Открытая студия В буквальном смысле круглый стол И мне бы очень хотелось поблагодарить сначала всех присутствующих Потому что здесь собрался действительно очень большой такой высокий экспертный совет по теме Которая связана с грядущим 1 апреля днем аутиста И мы хотим сегодня накануне поднять эту серьезную тему Потому что тема действительно серьезная Страдают и дети, и взрослые И, к сожалению, цифры, которые мы видим, они только увеличиваются А вот то, что делается сегодня для реабилитации, для диагностики прежде всего Конечно, нам предстоит сегодня проговорить Но я бы хотела сразу анонсировать, что это наша только первая общая дискуссия за круглым столом И хотела бы опять же призвать к вашей помощи, дорогие коллеги К тому, что ближе к сентябрю месяцу мы хотим сделать по этой теме Очень большую, развернутую научно-практическую конференцию Которая бы показала все нюансы, все детали вот этого загадочного заболевания Которое, на сегодняшний взгляд, мне кажется, совершенно неправильно обделено вниманием И не настолько находится в ореоле достаточного профессионального внимания Для того, чтобы все ресурсы, все необходимые инструменты Для того, чтобы мы могли больше понимать об этой болезни И могли больше содействовать тем, кто имеет эту болезнь Для реабилитации, социализации нормальной жизни детей и взрослых В нашем сегодняшнем современном мире С нами сегодня за круглым столом дискуссию будут вести Я представлю всем нашим слушателям Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального ресурсного центра По организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутического спектра Богородникова Елена Вячеславовна, исполнительный директор Совета региональной общественной организации Помощи детям с расстройством аутического спектра контакта Еще очень много-много всяческих регалий Это замечательно И Госдума, и прембудсменя при детском И самое главное, наверное, это мама троих детей Один из которых тоже имеет диагноз аутизм Новиков Вадим Эдуардович, доктор медицинских наук Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Главный врач психиатрической больницы номер 23, город Нарофоминск Орлова Инна Александровна, представитель ассоциации родителей детей и инвалидов Подмосковья Орди, известная Член общественной палаты Московской области Здравствуйте, и тоже мама двух деток с аутизмом Да, да Савина Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, нейролог Тоже мама ребенка с аутизмом Роговодитель организации «Люмос» города Серпухово Да, здравствуйте Афонина Татьяна Викторовна, мама ребенка с аутизмом Руководитель социально-культурного центра «Разные судьбы», город Долгопродный Добрый день Сюрин Сергей Николаевич, директор образовательного центра «Созвездие» городского округа Красногорск Добрый день, Сергей Николаевич И Бакулина Наталья Николаевна, методист молодежного центра «Мир», руководитель проекта «Школа волонтеров» Мастерская игротехники Ну и конечно с нами здесь наши уважаемые коллеги правительства Московской области Жданкина, Елена Михайловна, начальник управления общего образования Министерства образования Московской области, Шуткина Елена Сергеевна, заместитель министра социального развития Московской области, Мельникова Марина Викторовна, начальник управления занятости Министерства социального развития Московской области. Да, всем, коллеги, добрый день. Конечно, вопросов много. Я, конечно, не очаровываюсь тем, что мы все вопросы детально разберем в рамках такого короткого эфирного времени, но, тем не менее, я думаю, что мы сегодня зададим такую определенную тональность, а уже на конференции развернем эту тему в полную силу. Ну и, наверное, начнем с первого вопроса. Первый вопрос, Артур Валерьевич, я бы хотела адресовать вам. Все-таки, что есть аутизм, что это, заболевание? Нет, вам с федерального уровня все-таки виднее. Больше и цифры больше, статистики видно. Какие это цифры, какая реальная на сегодняшний день статистика? Потому что разная, все разнится. Еще раз добрый день. Большое спасибо за вопрос. Действительно, аутизм – это нарушение развития, нарушение психологического развития. И с точки зрения, так сказать, правильности терминологии, наверное, нет смысла называть это заболеванием. Потому что заболевание – это все-таки в большей степени то, что связано с инфицированием, с инфекциями, с всевозможными, которыми можно заболеть. В данном случае аутизмом заболеть при жизни нельзя. То есть это нарушение развития, предпосылки которого, безусловно, они на данный момент уже достоверно известны, имеются генетические. Но вместе с тем он проявляется уже в жизни, при жизни ребенка. И проявляется он в том случае, если есть еще сочетание с генетической предрасположенностью каких-то неблагоприятных факторов окружающей среды. И этими факторами могут быть самые-самые-самые разные вещи. Это может быть какая-то инфекция, например, серьезная. Ребенок серьезно чем-то переболел. Или это может быть какая-то длительная разлука с матерью в течение длительного времени, в сензитивный период, в раннем возрасте. То есть здесь могут быть самые-самые разные сочетания факторов. И вот при таком неблагоприятном сочетании с течением обстоятельств, безусловно, имея некоторую генетическую предрасположенность, не заболевания, а это нарушение развития может проявляться, да, и оформляться в виде конкретного диагноза, такого как расстройство в спектре аутизма. Если говорить о статистике, то в первую очередь я буду говорить о статистике в системе образования. Во-первых, сейчас в систему образования включено более 32 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра. И за последнее время, за последние три года эта цифра, численность таких детей именно в системе образования, она возросла существенно ровно в два раза. В системе здравоохранения я сейчас точную цифру, безусловно, не возьмусь сказать. Однако по результатам нашей коммуникации с нашими коллегами из здравоохранения, это более 40 тысяч детей, официально зарегистрированных в Российской Федерации. Ну, вот говоря о том, как развивается ситуация с данным нарушением развития, очень важно отметить, что с одной стороны нас очень радует, что в систему образования включается все больше таких детей. С другой стороны, нас напрягает стремительность, да, с которой это происходит. То есть действительно происходит стремительный рост числа таких детей. И, безусловно, система образования в ряде случаев, мы говорим о региональных системах образования, могут быть не готовы к тому, чтобы полноценно включать в образовательную среду вот наших ребят. И есть еще один очень важный момент, он связанный с тем, что, конечно, статистика по России, она, как уже мы с вами знаем, да, она сильно отстает от статистики развитых западных стран, где частота встречаемости расстройства аутистического спектра отмечается по самым скромным оценкам один ребенок с раз на каждые 160 детей общей популяции. Но вместе с тем мы понимаем, вот по статистике, которую мы видим в системе образования, из всех детей, которые есть в системе образования, примерно статистика следующая. Ребенок с расстройствами аутистического спектра на каждые 860 детей. То есть, конечно, мы можем констатировать недостаточную выявляемость таких ребят в России, но на это можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, действительно нужно улучшать диагностики, нужно улучшать, так сказать, способы выявления. Это с одной стороны. С другой стороны, нет смысла, так сказать, как по заказу догонять цифры, которые нам дает мировая наука и мировая статистика. Да, ну вот цель-то у нас на самом деле нисколько догнать статистику, да, и приблизиться к каким-то цифрам. Потому что, ну вот, ведущие страны, как вы сказали, во-первых, 100-летний уже период, да, мы наблюдаем вообще этот диагноз. На протяжении 100 лет этот диагноз, в общем, так скажем, выявляется практически во всех странах на сегодняшний день. Понятно, что в развитых странах, о которых вы сказали, там, Великобритания, Канада, Америка, это очень серьезные цифры. А у нас, наверное, все-таки действительно, в первую очередь, это диагностика. Вот, Вадим Эдуардович, насколько, по Вашему мнению, недостаточно ресурсов, если так можно выразиться, ресурсов, инструментов, еще каких-то вот других таких вот технических вещей, которые бы позволяли на ранней стадии диагностировать, и потом уже в зависимости от степени, так скажем, заболевания, ну так, чтобы было понятно всем, да, нашим слушателям, от степени заболевания, определять уже какой-то дальнейший курс лечения, реабилитации, социализации. Екатерина Юрьевна, ну, во-первых, спасибо за приглашение, это действительно, ну, как говорят сейчас, это болезнь 21 века, да, но если истории немножко коснусь, в Соединенных Штатах Америки, это с 1967 года был создан институт по развитию аутизма, да, ну, это, так будем говорить, проблема не совсем вот десятилетий или двух десятилетий, она достаточно известна, и с 1997 года регулярно, в принципе, проходят большие международные конференции с участием, ну, всех специалистов и педагогов, и психиатров, и нейробиологов, и, конечно, общественных организаций, и родителей, представителей родителей, потому что самый главный эксперт в этом процессе, это, конечно, семья, это родители, это законный представитель ребенка. Они как раз очень улавливают эффект от лечения, и, конечно, самые первые изменения, самые первые нарушения, это видят родители. Ну, недаром мы пользуемся скрининговыми программами, в Подмосковье это широко распространено, ну, вот за этот год посмотрели по скринингу около 98 тысяч детей, посмотрели, да, по приказу... Но это уже по симптомам посмотрели все-таки? Мы работаем по приказу о проведении медицинских осмотров. Нет, есть приказ о проведении медицинских осмотров. К нам поступают ребятишки с дошкольных учреждений, со школ, да, соответственных возрастных категорий, два года, там, шесть, и дальше пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Естественно, мы их тестируем, смотрим, выделяем группы риска, да, если необходимо, ну, консультация, естественная работа в семье с психотерапевтом, да, если необходимо, мы ее направляем на стационарную базу, да, чтобы более подробно разобраться и назначить какие-то современные методы лечения. То есть я хочу сказать, что в медицинских сетях и в стране, и у нас в Подмосковье, естественно, есть все возможные, так сказать, меры и мероприятия, и возможности, чтобы диагностировать и дальше проводить мероприятия такого социального реабилитационного характера. Я еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, проблема абсолютно мультидисциплинарная, да, тут надо работать совместно, и вот эта вот идея, что, да, постоянный чат будет создан, и какая-то общественная группа, это, безусловно, поможет родителям, поможет общественным организациям, с одной стороны, сориентироваться в этой проблеме, а с другой стороны, нам, медикам, понять, как лучше вот подстроиться, чтобы это было комфортно получать медицинскую помощь детям и родителям, так сказать, участвовать в этом процессе. И самое главное для меня, вот, как для врача, как человека, всегда очень как-то непонятно и очень обидно, если ребенок выпадает из поля зрения, не берут дошкольное учреждение, да, потом не берет школа, ну и дальше у него что, собственно, ставят с коллеги, да, психоневрологический интернат, и там уже, так сказать, закрываются все пути, этапы развития, то есть с этими детьми нужно работать, надо работать, я считаю, что это такой контингент, да, если можно сказать, он благоприятный, около, ну, от 15 до 20 процентов, в принципе, к возрасту совершеннолетия, 18 лет у нас сейчас, да, дети до 18, потом они могут вернуться, для этого требуется большая-большая работа совместная. Ну, смотрите, у нас вроде бы инструментарий есть, ресурсная база есть, а вот для мам, которые нас сегодня слушают, вот такой уточняющий вопрос. Понятно, что мы начинаем диагностировать, если я правильно поняла, с двух лет, да, у нас такие скрининговые идут, то есть возрастная группа с двух лет, есть определенные анкеты, да, по которой родители могут выявить какие-то первичные симптомы поведенческого характера, что позволит дальше уже потом специалистам углубляться. Специалистам углубляться. Вот что мы можем посоветовать маме? Если врач-педиатр непосредственно в поликлинике, к которой приписан ребенок, не дает самостоятельно маме, так скажем, в инициативном порядке вот эту анкету, то мамам можно посоветовать с двух лет попросить на одном из приемов эту анкету заполнить и пройти такой вот скрининг, правильно? Конечно, конечно. Или самим обратиться напрямую в психиатрическое учреждение детского профиля, да, где есть участковый прием, диспансерный прием, специалисты, и, конечно, ее внимательно выслушают и, так сказать, окажутся... Ну, я хочу подчеркнуть, что мы постоянно работаем с общей соматической сетью, с врачами-педиатрами, да, совместно идут конференции, информационный обмен идет, статистический обмен данными происходит. То есть, в принципе, настрой у каждого педиатра в соматической сети, он есть на данную группу пациентов с детским... Нет, а вот еще уточняющее, а обязательный скрининг есть у нас вот с двух лет? Конечно. Нету, да? Нет, мы работаем в рамках, значит, приказа о проведении медицинских осмотров. По симптомам? Мы обязательно, да, и мы обязательно смотрим, да, мы обязательно смотрим разные возрастные группы. Ну, то есть, это не проактивная такая история, да, то есть, это не на опережение, не всех подряд, да, дети, все ребятишки подряд, вне зависимости видят мама что-то, для каждой мамы ребенок самый лучший. И вот какие-то даже отклонения в поведении, ну, мало ли, там, настроение, погода на ребенка влияет или еще что-то, множество отговорок. И психологический барьер, даже есть, допустим, гиперактивность или, наоборот, закрытость у ребенка. Для мам психологический барьер сразу идти в психиатрическую больницу и каким-то образом там... Давайте так будем говорить, извините, коллеги, да, 6 лет, да, надо получить справку, да, для первого класса. Справка начинается... 6 лет, это уж сколько лет прошло, сколько запуститься может. Да, это вот 2 года. Да, да. 2 года. 2 года обязательно. 2 года направления с детских садов идут, поток ребятишек, с дошкольных учреждений. А в первый класс это обязательно прохождение. И здесь идет как раз... Ну, в общем, дорогие мамы, если вам не предложили, вы, конечно, в первую очередь обращайтесь, да, обращайтесь в поликлинику и просите анкету для того, чтобы вовремя диагностировать какие-то отклонения. Да, пожалуйста, еще. Елена Богородникова, я хотела сразу выступить с предложением к региональным Минздравам. В некоторых регионах, в частности в Москве, такие скрининги, подобные тому, которые используются в Московской области, выложены на сайтах медицинских организаций для самостоятельного заполнения. Висят в качестве информационных материалов с адресами, куда можно обратиться за помощью в других ведомствах, на стенах, в поликлиниках, вообще в детских учреждениях, в детских садах. У нас есть такой плакат, если нужно, мы с удовольствием поделимся. Там все поля изменяемые, то есть вы можете вставить либо там тот скрининговый тест, о котором вы думаете, либо, соответственно, те адреса, которые вам нужны, потому что в Московской области они, соответственно, иные, чем в Москве. Мы его для Москвы прежде всего разрабатывали. Воспользоваться им можно очень легко. Это замечательная проактивная мера. Значит, что в этом плакате помимо скринингового теста или ссылки на него еще размещается? Совсем простая вещь. Это красные флешки. То есть это маркеры развития ребенка, которые позволяют маме сориентироваться в этом возрасте. Да, нет, делает вот это или не делает. И сразу у нас возникает вопрос, надо по результатам этого, даже не теста еще, а просто маркеров, обратить на что-то внимание врача или нет. Если у нас есть какие-то вопросы, они не обязательно связаны с аутизмом. То есть мы, понятно, что говорим сейчас о нем, но дело в том, что многих детей не диагностируют. Они не могут либо получить этот конкретный диагноз, то есть это не аутизм, например, потому что это не аутизм. Но они попадают в группу риска по каким-то другим нарушениям. И я бы предложила поговорить о том, что скрининги должны быть с учетом рекомендаций Ассоциации ранней помощи, выбранные для того, чтобы делать не один скрининг на аутизм. Ну, хорошо, выявим мы всех детей с раз. А остальные дети, которые не раз, они что? То есть очень часто играли, это тоже неплохо. В зону риска все попали, все теперь знают, что им надо заниматься, надо получать помощь психолого-педагогическую. Но, кроме этого, все-таки верность диагностики важна по многим параметрам. Мы об этом дальше будем говорить, потому что аутизм – это прежде всего социальный диагноз. У нас, извините, система образования привязана к диагнозам, к сожалению. То есть не к ограничениям ребенка, который у него есть, и не к той возможной помощи, которая ему необходима, а именно к диагнозам. Если ты не попал в эти 9 диагнозов, в сетку эту нозологическую нашу из 28 или сколько их там программ, все, считай, у тебя, соответственно, ничего нет. Поэтому в ряде случаев врачи выставляют что-то из разряда аутистического спектра, хотя и не уверены в этом диагнозе, чтобы ребенок мог получить надлежащую помощь и надлежащую адаптацию в школе. Это тоже очень большая проблема. Спасибо. Инна Александровна, вы хотели добавить, да? Можно я добавлю буквально несколько слов к проблеме диагностики? Сейчас проблема в чем заключается? В том, что, например, наши иностранные коллеги, биологи, во-первых, биологи-медики, они бьют тревогу в том, что сейчас стираются границы нормотипичности у детей. И получается так, что сейчас идет и рождается очень много детей, у которых есть какие-то симптомы аутистические, но они не настолько выражены, как у тех детей, которые уже сейчас в школе, которые сейчас взрослые и так далее. Поэтому, конечно, проблема диагностики ранее стоит очень остро. И я бы тоже хотела бы обратиться к родителям, чтобы они не ждали школы. Что у нас получается? У нас большинство родителей ждут, пока ребенок пойдет в первый класс. То есть ребенок ходит в садик, они видят какие-то у него изменения, то, что он не может общаться со сверстниками, у него недоразвитие речи и так далее. Но тревогу бьют, когда только ребенок идет в первый класс, к сожалению. Если можно еще попомнить, очень важный такой момент. Дело в том, что родитель начинает тревожиться достаточно рано, если он видит, что что-то не то. То есть значительно раньше временами, чем будет проведен какой-то официальный скрининг. И вот если мы говорим сегодня о том, какой посыл может быть к родителям, на самом деле родители сами этот посыл могут сформулировать запросто. Но смысл в том, что если вот чуть-чуть родитель почувствовал тревогу, он может ее почувствовать в 7 месяцев, когда ребенку, 8 месяцев, год. Не нужно стесняться обратиться к специалистам. То есть как только это произошло, нужно сразу обращаться к специалистам и сразу искать возможности помощи, потому что родительский внутренний голос его практически никогда не обманывает. Другой вопрос, что далеко не везде и не всегда эту помощь адекватную можно получить. Это совершенно другая история. Именно по этой причине, мне кажется, вы нас здесь и собрали, Екатерина. Ну вот, наверное, первое – это неграмотность мам, особенно молодых мам. Кто в молодом возрасте, есть что-то чувствуется. А вот какие первичные симптомы, на что должна обратить мама, что ребенок, допустим, первый год жизни делает не так, делает или не делает вообще. На что, где колокольчик должен задребезжать. И второе, наверное, это все-таки маршрут. Это опять же неграмотность мамы, непосвященность в эту тему. И, конечно же, внутреннее отрицание – нет, мой ребенок самый здоровый, самый лучший. Они мешают адекватно посмотреть на те легкие первичные, так скажем, симптомы, которые могут привести к дальнейшим таким серьезным событиям. Значит, вот первое – какие симптомы, на что нужно обратить внимание. Второй – маршрут, что нужно сделать. Я хотел бы начать, а после этого, наверное, правильно было бы продолжить родителям. Ну вот по нормативам развития есть такое понятие, как комплекс оживления. Он у детей обычно появляется в два месяца. Это тогда, когда он начинает с улыбкой реагировать на подходящего к нему близкого человека, и в первую очередь на маму. Так вот, если у мамы не первый, например, ребенок, а второй или третий, и до этого дети, так сказать, были нормотипично развивающиеся, то вот то, что ребенок не улыбнулся в два месяца, потом в два с половиной, и потом, наконец, в три, это заставляет маму очень серьезно встревожиться. Дело в том, что вот этих индикаторов в первый год жизни, их может быть великое множество. Но начинается это все именно с комплекса оживления, именно с двухмесячного возраста ребенка. Ну, наверное, есть смысл продолжить родителям, да? Да. Мы очень плотно работаем с информированием родителей. Я бы хотела предостеречь здесь присутствующих от того, чтобы виноватить их в том, что они чего-то не знают. Я уверяю вас, любой из вас, если бы он столкнулся впервые с этим диагнозом в своей жизни, мог точно так же его пропустить, особенно если это, например, первый ребенок. Это совсем непросто, даже если ты об этом знаешь. Я бы хотела обратить внимание, что для того, чтобы люди были об этом более информированы, нужно начинать не с поликлиники в два года, с скрининга, а с женской консультации. И работать с будущими матерями, не бояться этого, а размещать информационные материалы и в роддомах. Во всех вот у нас выдается в Москве такая методичка для родителей. Памятка, да, памятка. Нам пока не удалось добиться того, чтобы туда включили главу о том, что делать, если родился ребенок с УВЗ. И получается, что как бы такая происходит дискриминация. То есть если у тебя ребенок здоровый, ты получил свой маршрут, а если у тебя ребенок, что-то там с ним немножечко пойдет не так, ты не знаешь, где здесь адреса на этот счет. Вот такая методичка, выдаваемая в роддоме в любых городах и весях, опять же, содержащая информацию о том, что если вы обратили внимание, что маркеры развития, вот те, о которых говорил Артур, те, которые размещены там на сайте Ассоциации ранней помощи, не соответствуют, если что-то в ребенке вас беспокоит. Например, очень частая жалоба у нас бывает на нарушение сна. То есть на то, что ребенок как-то совершенно мать доводит уже до состояния полного умопомешательства, потому что ни днем, ни ночью только на руках, например, или наоборот на руки берешь, он начинает еще громче кричать, и вообще непонятно, что с ним делать. Не понимаешь его сигналов, это очень сложно. То есть мать в этот момент себя ощущает и так, в общем, на дне. Чаще всего, поскольку ты со своим ребенком находишься во взаимосвязи, которая устанавливается вроде бы автоматически, а здесь это автоматическая взаимосвязь, она не устанавливается по причине того, что она в одну сторону происходит, а в другую сторону поступают сигналы, которые ты не можешь расшифровать. Поэтому что делать в такой ситуации, как понять, что это не ты, плохая мать, которая не понимает своего ребенка, а что это маркер, опять же, что это сигнал к тому, что что-то здесь не так. Куда обратиться в этом случае? Женщина должна получить еще в женской консультации, в детской поликлинике все это должно быть, и, конечно же, в системе ранней помощи, которая у нас в большинстве регионов отсутствует как таковая. Я не знаю, что с этим в Московской области, но мне кажется, примерно так же, как везде. То есть ноль. Если я не права, буду рада услышать обратно. Ну, давайте как раз мы к этой теме плавно и подойдем. Да, сейчас, Татьяна Александровна, секундочку. Вот смотрите, значит, да, безусловно, все это есть. Мы вот сейчас, допустим, вот с вашей помощью в том числе, я очень на это надеюсь, мы будем таким простым инструментом, так сказать, искоренять правовой нигилизм мамы, да, и помогать ей маршрутизировать, если вдруг ребенок имеет признаки ОВЗ. А вот и какие разновидности аутизма есть? Это же, ну, во-первых, есть просто предпосылки, да, и потом какая-то среда, она создает возможность там быстрого, динамичного развития. Или наоборот, ребенок, ну, как сказать, в легкой форме, он вполне себе почти социален, да, и, может быть, какая-то определенная коррекция. Вот мы плавно подходим вот к центрам, которые с разной степенью вот тяжести течения вот этого отклонения должны помогать ребятишкам. Вот я думаю, что здесь коллеги к нам еще присоединятся. У нас вот такая уже дискуссия кружочком маленьким завязалась. Татьяна Александровна, да, добавьте. Да, я хотела бы добавить слова Елены. Надо начинать не просто с того момента, когда женщина пришла с маленьким ребенком или он только родился. Надо начинать гораздо раньше, когда женщина только хочет забеременеть. Дело в том, что мы живем в высокострессовом обществе, к сожалению. При этом в организме женщины вырабатываются определенные антитела, скажем так, да, и уже доказана связь на научном уровне, связь вот высокого стресса матери с развитием аутизма у ребенка. Поэтому я бы просто рекомендовала всем девушкам, женщинам, которые хотят в будущем просто иметь детей, здоровых детей, чтобы они прошли еще какой-то пресс-скрининг перед тем, как они начнут просто беременеть. Потому что, к сожалению, если мы говорим про аутизм как эпигенетическое заболевание, то есть это заболевание, где есть и генетические какие-то факторы, но они могут проявиться, могут не проявиться. Но если есть какие-то, например, сопутствующие факторы внешней среды, там плохая экология или еще какие-то сопутствующие заболевания иммунные и так далее, то аутизм, скорее всего, проявится. И это приведет к тому, что просто мы через какое-то время, да мы, в принципе, уже и сейчас получаем просто рост и рост этого заболевания. А вот, Артур Валерьевич, наверное, к вам. Вот для уточнения, когда мама проходит первый скрининг на генетические заболевания, да, он там и так далее, да, у нас несколько там маркеров, по-моему, это вот первый триместр, какая-то там 10-12 неделя, как правило, значит, вот это вот самый, наверное, такой волнующий для будущей мамы момент, чтобы, не дай бог, там какие-то проценты определились в возможных заболеваниях в дальнейшем генетического характера. У нас аутизм входит в этот скрининг? Очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно расстройство аутистического спектра, да, Екатерина, вот то, о чем вы сказали с самого начала, это самые разные, да, расстройства, начиная от, так сказать, легких отдельных симптомов, которые в будущем сглаживаются, до максимально тяжелых, да, состояний, таких инвалидизирующих. Ну, вот говоря о генетике, да, мы уже все-таки затронули, что есть генетические предрасположенности, там, сочетание определенных генов, которые могут в неблагоприятных, да, ситуациях, так сказать, приводить к аутизму. Но я хотел бы сказать о том, что вот в этой группе расстройств аутистического спектра все-таки есть генетические именно формы, например, синдром ломкой хромосомы, который очень часто сочетается с аутизмом, да, это синдром Ретта, это могут быть другие синдромы. И вот когда мы говорим о синдромальных формах аутизма, здесь ситуация на самом деле, то есть у родителей, да, если они вовремя проведут определенные исследования, то могут быть достаточно рано выявлены возможные риски появления вот таких вот генетических синдромов. Есть предпосылки, да? Да, да, да. То есть, например, при синдроме ломкой хромосомы эта предпосылка всегда есть, да. Но если мы говорим о, так скажем, слабо дифференцированных формах аутизма, да, то в данном случае здесь может быть вот что угодно, вот просто что угодно. И главное, я полностью согласен с мнением вот родителей о том, что маму-то нужно в период беременности беречь во всех отношениях. И в семье ее должны беречь, ее должны беречь на работе. А у нас сейчас мы понимаем, да, такая у всех стрессовая действительно работа, когда уж какое тут беременное отношение. Да жизнь стрессовая, не просто работа. Жизнь стрессовая абсолютно, да. Мы всегда бегущие. Я хотел бы добавить только про, соответственно, синдромальные формы. То есть из всего вот этого огромного массива того, что называется аутизм, у нас выявляется только 4% того, что можно к отдельным синдромам отнести. То есть из всей вот этой массы мы всего 4% можем как-то назвать. Ну, может быть, сейчас чуть больше, ну так, незначительно. Вы же понимаете, что на эти все остальные мы никак вообще не можем их изначально выявить. То есть, по сути, никаких, это в мире так же, никаких скрининговых тестов для мамы, прескрининговых не существует. То есть единственное, что мы можем сделать, это действительно попытаться, ну, как бы немножечко себя поберечь вот в период беременности. Несмотря на столетнюю историю, в общем, все равно это остается еще загадочным таким заболеванием, неизвестной теологией. Да, то есть наука ищет, но пока до конца это все равно еще не исследованная история. Сергей Николаевич, вот вы, наверное, из нас, из всех здесь присутствующие, самый такой большой практик по работе с детьми с УВЗ, мы с вами на постоянном контакте находимся, вот именно детки с аутизмом. Коррекция, лечение, сколько попадает, в какой степени, как тяжело они поддаются? Я все-таки, да, у меня два образования, медицинское и психологическое, и я, в принципе, аутистов-то вижу каждый день, детей с расстройствами аутистического спектра мы видим каждый день. Моя не мировая статистика, не федеральная, а вот чисто статистика по одному отдельно взятому городскому округу. В 2007 год порядка 30 детей с расстройствами аутистического спектра было. В 2019 год свыше 300 детей у нас в городском округе Красногорске, тех детей, которым установлен диагноз расстройства аутистического спектра. Я бы не стал сегодня рассматривать проблему ни с психологической отдельной точки зрения, ни с точки зрения медицины, действительно, это комплексная проблема. И какой путь мы у себя избрали в городском округе Красногорске, чем мы занимаемся? Для нас самый важный момент, и, кстати, вот я, может быть, проанонсирую очень, на мой взгляд, приятную новость. Буквально сегодня разговаривала с коллегами Наталья Яковлевна Михайловича Семага. Это два специалиста, которые длительное время занимаются проблемами расстройства аутистического спектра. Вот они сейчас уже на выходе, у них большая, очень интересная анкета для родителей, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, которые они будут размещать и апробировать на уровне уже российском, анкета для родителей, которые воспитывают детей, угрожаемых по расстройству аутистического спектра. Заполнив эту анкету, они смогут сами, в принципе, уже в возрасте 6-8 месяцев выявить наличие тех или иных симптомокомплексов, которые есть у детей, которые позволят им при ранней помощи, при раннем сопровождении сделать определенный шаг вперед в сторону выявления того или иного нарушения развития. Я, кстати, хотел бы предостеречь многих родителей, чтобы они голопом по Европам не бежали по всем специалистам, потому что все-таки, когда у родителей возникает проблема, и они не знают, куда бежать, они больше могут истерить, бегать, да, а в итоге толку-то не будет. Дело в том, что у нас в системе образования в Московской области очень давно работает очень хорошая, на мой взгляд, система психолого-медико-педагогических комиссий, которые работают с детьми с 0 лет, и сегодня, я могу сказать, она работает очень эффективно. На уровне, ну вот в городском округе Красногорска она работает в постоянно действующем режиме. И мы детей принимаем от 0 лет до 23 лет, и имеем возможность междисциплинарно рассматривать и обследовать всех детей с привлечением специалистов-психологов, логопедов, дефектологов и врачей тех специальностей, которые есть. Безусловно, там пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, о котором мы сегодня говорили, она в 90% случаев нам, ну, кроме синдрома Ретта, она не покажет ничего. Да к тому же, если мы говорим про перенатальный скрининг, для того, чтобы подтвердить наличие тех или иных генетических аномалий развития, нам нужно сделать с вами лапарцентез и взять амниотическую жидкость для того, чтобы посмотреть генетическое картирование. Безусловно, при планировании беременности, когда мы берем родителей и смотрим, допустим, мы генетический аппарат, мы можем предсказать какие-то тельные проблемы. Но, тем не менее, что хочу сказать. Главное, на мой взгляд, в лечении, в коррекции и реабилитации детей с аутизмом на раннем этапе развития ребенка выявить, и мы в Красногорске этим занимаемся очень активно, у нас все дети дошкольного возраста с двух лет отсматриваются не просто врачом-психиатром, неврологом, офтальмологом, а междисциплинарной командой специалистов. Это психолог, логопед, дефектолог. При наличии тех симптомокомплексов, которые есть у ребенка, и они имеют угрожаемый по расстройствам аутистического спектра или задержки психического развития с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, все эти дети осматриваются врачом-специалистом, именно психиатром. И дальше, в зависимости от этого, мы детей уже направляем или в лечебную сеть первичную, где ребенка наблюдает врач-специалист-психиатр, или в наши областные учреждения, которые занимаются такими детьми. На мой взгляд, как специалисты практика, важно сегодня не говорить о выявлении, о диагностике, а важно говорить о том, как маршрутизировать ребенка, который имеет, у которого выявлен тот или иной признак расстройства аутистического спектра. К слову сказать, у нас сейчас четыре группы основных заболеваний, которые мы шифруем как расстройства аутистического спектра. Это есть и тотальные грубые нарушения, которые подлежат длительной коррекционно-развивающей работе. К сожалению, большая часть таких детей, они вынуждены будут длительный период жизни находиться со специалистами по коррекционно-развивающему обучению. Но вот из нашей практической работы, если мы в два-три года выявляем детей, у которых нет грубых расстройств развития, то 50-60% таких детей, они выходят в чисто общеобразовательные школы, да, у них существуют определенные психоэмоциональные особенности личности. Мы каждый с вами имеем свои уникальные индивидуальные психологические особенности. Большая часть этих детей сглаживается. Конечно, 20-30% детей продолжают обучаться, кто по специальным индивидуальным программам развития, кто в индивидуальном режиме обучается. Но, тем не менее, наша главная задача сделать сегодня, не только в области, по всей России, предложить такой эффективный способ борьбы с данной патологией в виде междисциплинарного подхода и простроить жизнь ребенка с расстройством аутистического спектра таким образом, чтобы ребенок не просто скомпенсировал или адаптировался к условиям проживания в нашем обществе, а чтобы он в силу своих индивидуальных особенностей получил ту профессию, которую в соответствии с своими индивидуальными особенностями он может получить, и, соответственно, как-то адаптировался к условиям взрослой жизни. А это действительно огромная проблема. Я, ну, коллеги знают, наверное, я вот совсем недавно изучал нашу областную статистику, я был в шоке. Из 20 тысяч детей-инвалидов, которые у нас сегодня проживают на территории Московской области, это почти 21 тысяча инвалидов. Ну, была, вот я статистику смотрел по 2019 году. И 65% — это дети с психическими расстройствами. Это не только расстройства аутистического спектра, это и нарушение интеллекта разной степени выраженности, и генетические аномалии развития. У нас получается из 100% детей-инвалидов 35% — психические расстройства, 25% — неврологические заболевания, которые тоже могут иметь тельные признаки и расстройства аутистического спектра. И еще порядка 10% — это генетические аномалии развития, которые шифруются в других группах. Вот об этой проблематике, мне кажется, надо говорить тоже в том числе, потому что я не вычленяю сегодня расстройства аутистического спектра из той группы технозологических состояний, которыми мы занимаемся. Мы занимаемся и задержками развития. Вот совсем недавно разговаривал с Михаилом Михайловичем, он Симага. Он мне говорит, вот мы сейчас проводим онлайн-консультации, очень часто мы смотрим детей, которым изначально по МПК шифруют задержку психического речевого развития, пропуская тем самым расстройства аутистического спектра. Дело в том, что, на мой взгляд, расстройство аутистического спектра — это такая действительно и полигенетическая проблема, потому что этих логических причин развития расстройства аутистического спектра действительно очень много, и порой они находятся под маской тех или иных заболеваний. Поэтому вот тот курс, который мы начали в Красногорске, — это раннее развитие, и построение индивидуального маршрута для ребенка, я считаю, на мой взгляд, единственный правильный, верный путь, когда мы с периода 0 лет, когда ребенок рождается, когда действительно, Артур Валерьевич правильно заметил, когда у ребенка не формируется комплекс оживления, который в месяц-два формируется в норме, вот тогда нужно родителям не стрессовать, не нервничать, а в первую очередь идти к специалистам. Сергей Николаевич, а правильно ли рассуждать, что вот тяжесть заболевания зависит от бездействия? Тяжесть заболевания, мы все с вами понимаем, что для каждого органа, системы органов существует понятие сенситивного периода развития. И головной мозг человека — это уникальный орган, он очень пластичен. Чем раньше начата помощь, лечение, реабилитация, коррекция, междисциплинарное воздействие в отношении ребенка, тем лучше эффект. У нас были ситуации, когда к нам приходили в 17-18 лет, когда родители изолировали себя от общества, от школы, от всего, и, конечно, этому ребенку помочь очень тяжело, потому что и центральная нервная система к этому времени уже развилась как смогла, да, и тут, конечно, помочь очень тяжело. Поэтому мы взяли непосредственно вот в своем округе путь на раннюю диагностику, раннее выявление. И, конечно, от того, как мы, педиатры, психиатры, неврологи, офтальмологи, психологи, которых, к сожалению, в системе здравоохранения сегодня уже не осталось, да, практически в редких, где... Ну вот в психоневрологических диспансерных отделениях есть ставка, допустим, клинического психолога, но его одного мало. На мой взгляд, проблема еще шире, потому что у нас в ряде муниципалитетов Московской области вообще отсутствуют штатные единицы детских психиатров, которые нужны. И один психиатр, допустим, вот у нас Красногорск, 75 тысяч детско-подросткового населения. Одного детского психиатра его мало для того, чтобы он смог в режиме обычных врачебных приемов помочь, выявить, провести правильную, эффективную диагностику, которая есть. К сожалению, да, мы сегодня имеем эпидемию не только расстройства аутистического спектра, но и других категорий заболеваний, с которыми нам приходится работать. Я могу сказать из практики. Совершенно правильно, что мы с коллегами делаем первую ставку на то, что это ранняя диагностика, это профилактика, это маршрутизация за счет первых, так скажем, признаков и маркеров, которые необходимо обратить и маме, и непосредственно, в поликлиническом звене, в первичном звене, когда идет осмотр. Но смотрите, в Подмосковье, мы как раз вот Сергей Николаевич вывел на эту тему, в Подмосковье у нас 102 школы, где созданы 1246 специальных коррекционных классов, которые посещают более 13, почти 14 тысяч человек, детей, ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Елена Михайловна, вот по вашей части, насколько, так скажем, развита сеть, достаточно, недостаточно, есть ли определенная к этой очереди, да, вот нас что волнует? Доступность этих учреждений и качество, качество того образовательного процесса в зависимости от состояния ребенка, который туда попадает. Есть ли дифференциация определенная, да, и мы будем говорить дальше о ресурсных классах в том числе, да, и так дифференциация имеет место быть. Насколько это закрытые классы? Как ребенок, насколько быстро выходит в общую социальную среду? Вот к вам вопрос. Спасибо за предоставленную возможность. Сегодня тема действительно очень актуальна, очень важная. Если говорить про статистику 2020 года, почти 30 тысяч детей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов и инвалидов, и дети-инвалиды. Из них дети с РАС по статистике почти 3 тысячи. Если говорить про детско-дошкольное образование и школы, то это где-то один к двум. То есть дошколят почти тысячи, и почти две тысячи – это детей, которые обучаются в школах. На сегодняшний день в Московской области 64 коррекционных школы. Да, там есть коррекционные классы, там организованы специальные программы, есть стандарт образования детей с ОВЗ, и это очень важно. Когда в 2012 году вышел закон, у нас новый 273, мы сначала очень были удивлены и не знали, что с этим делать, когда увидели эту статью про инклюзию. И вот теперь постепенно-постепенно мы учимся работать с такими детьми. Мне кажется, что это очень важное достижение, то, что наши дети имеют возможность обучаться в образовательных классах по специальным программам. Здесь, конечно, очень зависит, и я бы хотела обратиться к родителям, не бояться идти на ПМПК. Это очень важно – получить рекомендации специалистов. И именно в соответствии с рекомендациями уже выбирать свой образовательный маршрут. На сегодняшний день у нас есть не только коррекционные школы. Я хочу обратить внимание, что у нас хорошая практика в Подмосковье – это классы для детей с раз. На сегодняшний день их немного, их всего 14, в 14 муниципалитетах. Но с каждым годом их число возрастает и возрастает. И это очень правильная история. Потому что коррекционная школа – это одно. Когда ребёнок учится в общеобразовательном классе – это другая история. Но вот социализация в рамках общеобразовательного учреждения, когда есть такой класс и позволяет обучаться в классе детям, причём их там немного, в отличие от обычных классов, от 6 до 12 человек, мне кажется, это очень правильная история, которую мы сейчас продвигаем. Что нужно для того, чтобы открыть класс «РАЗ». Мне кажется, родителям этот вопрос очень интересен. Должен быть запрос от родителей в управление образованием муниципалитета, в котором проживают родители. Потому что мы живём в плановой финансовой экономике, и мы должны планировать эти классы. Эти классы идут с другим коэффициентом. Мы должны закладывать на них деньги, и это не ежеминутное дело. Поэтому об этом нужно говорить и понимать. Далее, мы должны оборудовать кабинеты, оборудовать среду для таких детей. И очень важно ещё подготовить кадры. Вот, например, сейчас в Ленинском округе мы планируем открыть класс «РАЗ». С сентября педагоги обучаются, потому что это очень важно профессиональное сопровождение. Не только психологи, не только логопеды и дефектологи, но и тьютеры, тьютерское сопровождение, ассистенты. Поэтому, если есть потребность, обращайтесь в муниципалитет, заявляйте о своих требованиях, о своих запросах, вопросах. И я думаю, что это хорошая возможность обсудить. Что ещё очень хочется сказать, что здесь нужно не бояться того, что ребёнок будет учиться в классе «РАЗ». Потому что есть ещё и такие истории, когда родители приходят и говорят, да, мы хотим обучаться в классе «РАЗ». Мы планируем открытие и так далее, и так далее. А потом, когда уже по факту имеем историю, что, к сожалению, родители имеют право, конечно, передумать, и у нас вот истории иногда такие бывают, что классы не открываются. Поэтому здесь нужно очень серьёзно... И тогда инклюзивное образование. Инклюзивное образование. Чем, в принципе, в Москве можно гордиться, да, у нас одно из, наверное, из лучших. Да, как бывший директор, скажу, общаясь с родителями напрямую, очень часто общаясь, я вижу, что у родителей, у некоторых есть испуг. Как это к психиатру? Как это на ПМПК? Ничего в этом страшного нет. Вот уверяю, и в классах «РАЗ», в том числе. Мне кажется, самая главная позиция, с которой мы должны исходить, и образование, и родители, это комфорт наших детей, сопровождение развития. Спасибо. Я ещё, знаете, что хотела для уточнения? У нас в каждом ли муниципалитете, в каждом ли городском округе у нас есть класс «РАЗ»? Вот я сказала, 14 муниципалитетов на сегодняшний день. Пока нет. Это я просто ещё раз для слушателей. Пока нет. А есть ли такая задача, чтобы в каждом муниципалитете у нас был хотя бы один класс «РАЗ»? Это на перспективу, это на плановые экономические, так скажем, в том числе ориентиры. Ещё раз, если будет запрос от родителей, конечно, тогда нужно будет прорабатывать эти вопросы. А проактивно? А проактивно? Елена Михайловна, можно я к вам проактивно обращусь? Я вот тоже люблю это слово. Смотрите, мы как организация, помощи детям с «РАЗ Контакт», у нас есть такая программа работы с родителями как раз. Это называется родительская приёмная, она основана на принципах равного консультирования. И родители, изначально это были родители Москвы, но уже достаточно много лет, это родители со всех регионов, в том числе из Московской области, к нам обращаются за помощью в построении этих самых образовательных, медицинских и прочих разных маршрутов. Примерно 100 семей в год обращаются к нам именно из Московской области. И в частности обращаются часто коллективами и группами. Они просят помочь им во взаимодействии с местными органами власти, потому что им отказывают в организации специальных классов. Прежде всего, эта проблема касается детей, не у которых в составе нарушения есть умственная отсталость, то есть «РАЗ плюс» разной степени «О», а детей, у которых сохранный интеллект, тех, которые пойдут по цензовым программам, по программам 8.1 и 8.2. Для этих детей, я уверена, отдельных классов среди 14 нет. То есть чаще всего отдельные классы создаются для детей, которые у нас идут по программам 8.3 и 8.4. Сложность представляют именно дети, которые у нас в цензовом образовании. Насчет ПМПК, маленькая ремарка. В Москве тоже произошла некоторая революция, связанная в том числе с взаимодействием с родительским сообществом, и ПМПК сейчас для родителей перестала быть страшным в Москве. Из Московской области к нам каждое второе обращение связано с тем, что ПМПК либо занижает ребенку интеллект, либо не вписывает какие-то специальные образовательные условия, либо, соответственно, вообще не признает диагноз, который принесли, скажем, медицинское учреждение, которое не в этом районе находится. То есть нарушается там закон уже и о медицинской помощи, и о психиатрической. То есть не то, чтобы это у нас идеально работающая система, вот, может быть, Красногорск здесь исключение, может быть, есть какие-то другие исключения. Мы же видим, конечно, тот срез, который показывает, где именно у нас плохо это пока. Эту карту я вам могу нарисовать в случае, если у вас будет такой запрос, то есть сказать, откуда эти обращения, потому что они из разных совершенно городов и областей нашей большой прекрасной области Московской. Это что касается ПМПК. Что касается инклюзивного образования. С глубоким сожалению я вынуждена констатировать факт отсутствия инклюзивного образования в Московской области, потому что то, что называется инклюзивным образованием, оно только им называется. Те проекты, которые у нас про образование детей с РАС есть, которые, опять, по цензовым, если программы, да не по цензовым, если говорить про ресурсные классы, они финансируются за счет чего? Они финансируются в основном за счет средств благотворительных организаций. То есть это не обязательства системы образования Московской области. Здорово, что они появились. Это просто прорыв. Это надо множить и продолжать, и привлекать другие некоммерческие организации. Но есть обязательства субъекта. Эти обязательства финансовые не исполняются, потому что в области отсутствуют коэффициенты к подушевому финансированию для вообще детей с УВЗ. У нас, извините, ставка тьютера, сколько, 12 или 14 тысяч? Поправьте меня. 14 тысяч. Сейчас чуть-чуть повысили. В сентябре повысили. Простите, ну вот простите меня, но на эти деньги, ну кто пойдет работать в области, когда у вас есть рядом Москва, и квалифицированный специалист в Москве, тьютер, получает минимум 35 тысяч. Доехать до Москвы очень просто из Московской области. То есть это особенность, которую нужно учитывать. Понимать, что 12 тысяч – это не только не конкурентоспособная зарплата, это еще и вообще недостаточная зарплата для специалиста такого уровня. Тьютеров хронический недостаток, их везде мало. Их очень-очень мало вообще. То есть их всегда не хватает. Это проблема не только в Московской области. Ну и проблема на самом деле Москвы, потому что с инклюзией, когда у нас разрушили сеть в городе Москва специализированных логопедических групп, логопунктов, у них сейчас на один комплекс один учитель-логопед. Это плевок, извините, когда на 2,5-3 тысячи детей один специалист. Этого недостаточно. Про проблемы в Московской области я могу прямо с цифрами говорить. Там тоже все известно. Коэффициенты к подшему финансированию и отсутствие в обоих субъектах Российской Федерации оплаты за семейную форму образования. И добавок к инклюзии, последнее, что хочу, наверное, сказать, это то, что чаще всего дети, которые числятся в инклюзии, выводятся на обучение на дому и получают там 8 часов, то есть просто в нарушениях всех федеральных стандартов. Вот это самая распространенная проблема. В Москве эту конкретную проблему с 8 часами удалось решить. В области нет. То есть как вот у нас 8 часов у ребенка. Так, неудобен, тьютера нет. Прям вот такая формулировка. Тьютеров у нас нет. Но вы же понимаете, он мешает детям в классе. Давайте, вы, значит, принесете нам справку, мы вас на надомное обучение, и в договоре даже не стесняются писать, что на этом надомном обучении 8 часов ребенку положено. При этом не на дому. Ребенок ходит заниматься в школу. Таким образом оформляется индивидуальный образовательный маршрут. Если позволите, во-первых, хочется сказать про классы с раз. Все-таки это в основном 8,2 программа. 8,3 и 8,4 в основном все-таки коррекционная школа. Это первое. Второе, повышающий коэффициент, конечно, есть. 2,64 на детей с раз. Может быть, соглашусь, что всегда хочется больше, но он есть. Говорить о том, что его нет, я думаю, что это будет неправильно. Ну и ставка тьютера 24 тысячи. Да, это-то уже не 40, не 50, но она есть. Тем более, для того, чтобы стать тьютером, нужно высшее педагогическое образование, стаж работы 2 года. Поэтому, конечно, сдать тьютерами есть проблемы. Поэтому сейчас наша Академия АСО занимается тем, что прорабатывает вопрос переподготовки, и будем набирать эти группы. Вот на сегодняшний момент, пока обучение проходит у вас, вас, да, вот, потому что не было возможности. Но мы двигаемся вперёд, мы хотим развиваться, поэтому понимая необходимость и актуальность этого вопроса. Спасибо за это, это здорово. Единственное, что про тьютера, всё-таки, простите, что я опять влезаю, значит, здесь нет необходимости в 2 годах стажа. Это просто я хочу, чтобы услышали родители. Вот Артур Валерьевич подтвердит, мы проводили прекрасный совместный вебинар на эту тему. Нет необходимости в 2 годах стажа. То есть высшее образование, да? Ну, курсционные характеристики, приказ 761Н. Нет, такого требования нет. Такого требования нет. Да? Да, на данном. Да, можно я включусь немножечко? Давайте я сейчас попробую убрать дефектолога из своей жизни, убрать специалиста. Давайте я как мама сейчас включусь. Вот всё замечательно, мы обсудили, у нас куча проблем. У нас ранняя диагностика необходима. Согласна, ранняя диагностика нужна. Знаете, что нам сейчас очень нужно? Вот, Екатерина Юрьевна, очень хорошо, что мы подняли вообще эту тему, и нас слушает большое количество людей, и я очень надеюсь, не только тех, кто связан с аутизмом. У нас для социализации необходимо в первую очередь воспитать сейчас общество и познакомить их вообще хотя бы с тем, что есть такое заболевание, что есть такие дети, есть такие люди, и в чём их особенность. Понимаете, когда мы выходим на улицу, а у ребёнка реакция на шумы, на звуки неадекватная, и мы пытаемся успокоить этого ребёнка, а со стороны к тебе подходят и говорят, какой невоспитанный ребёнок, ребят, ну давайте мы... И он невоспитанный, он неадекватный. Давайте хотя бы научим людей реагировать адекватно. Мой ребёнок, он сохранен интеллектуально, и он ходит в массовую школу. Но это моя работа, извините, с детского сада, я под окнами детского сада находилась и контролировала работу воспитателей, потому что, если что, я была на связи, готова ворваться в любой момент и помочь им в первую очередь, но они были готовы идти на этот контакт. И результат моего ребёнка великолепен на сегодняшний момент. Он мне помогает по дому полностью, он решает все проблемы, которые необходимы, вплоть до того, как ему поступать. Сейчас в специализированную школу с театральным уклоном. Но дальше что? Вот что дальше? А он дальше не нужен будет, потому что у него инвалидность, у него аутизм стоит диагноз. И любой театральный вуз нам скажет, вы знаете, а он нам в принципе... Мы не можем его взять. И для чего было это? Там тьютеров нету. Там социализация его, никто на это смотреть не будет. Да, он не может воспринять какое-то количество часов. Да, у нас совершенно немного времени остаётся на то, чтобы подвести определённые итоги коллеги. Я бы ещё хотела предоставить слово те, кто не выступили. Буквально коротко об этом сегодняшнем дне, об этой сегодняшней теме. Пожалуйста. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Я здесь опосредованно нахожусь. Благодарю вас за погружение в проблему. Я ещё раз убедилась в правильности, так сказать, организованной нами работы в Молодёжном центре городского курдивистра. Мы работаем третий год. У нас проект «Школа волонтёра и игротехника». У нас завязался такой вот узелок очень удачный. У нас спидколледж — это будущие учителя начальных классов. У нас есть мини-центр по работе с инвалидами. У нас есть социально-реабилитационный центр. Мы их просто на партнёрском взаимодействии собрали все вместе, организовали клуб «Вместе в мир», где входит 37 детей, семей с детьми с различными расстройствами и нарушениями. И у нас есть команда волонтёров профессиональная, которые придут в школу уже с навыком и видением того, какие разные дети бывают. Потому что инклюзия, да, с 16-го года в год действует. Но, так сказать, всё равно должен быть какой-то опыт. Должно пройти время, чтобы это всё устаканилось. Программы проработали и учителя. Я сама педагог, у меня очень хорошая коллега, она психолог, КПН тоже. Поэтому мы занимаемся с ребятами. Нужно волонтёрам, будущим, которые пойдут в профессию, сопровождение наставника. Во-первых, спасибо вам за информацию. Я получила для того, чтобы передать в клуб наши детские родители. Спасибо, Наталья Николаевна. И понимаем, как нам дальше работать. Коллеги, всем большое спасибо. Мы, в общем, сегодня пока вот эта тема... Вот смотрите, мы разошлись, да ещё очень много вопросов осталось, не проговоренными. Но, опять же, я хочу ориентировать вас и просить вашей помощи, в том числе и поддержки, провести большое мероприятие, посвящённой этой загадочной, так скажем, и уникальной вещи, как расстройство аутического типа. И очень много ещё вопросов хочется задать. В первую очередь, конечно, дать какие-то рекомендации мамам и детям. Но и в первую очередь поставить задачи для наших чиновников, для тех наших помощников, которые создают. Создают вот эту систему помощи, поддержки и возможности жить нормальной жизнью, по максимуму нормальной жизни, социализироваться, получать профессию нашим детям, которые имеют такой, в общем, диагноз. Спасибо вам всем большое. Заседание клуба 10-12 продолжается. У полномоченной по правам человека в Московской области Екатерина Юрьевна Семёнова уступила мне место. Мира Олегса, ведущая Радио 1, пришла ей на смену. И мы продолжаем сегодня говорить на очень важную тему социальные последствия аутизма, реализация прав родителей на работу, реализация прав детей на образование и последующее трудоустройство. Ну и, конечно, затронем государственную помощь. Ну и, насколько я поняла, очень остаётся открытым вопрос тьютеров. И есть что добавить, Сергей Николаевич. И, пожалуйста, вам слово. Да, Артур Валерьевич, ну вот, на самом деле, мы прорабатывали и в своём учреждении проблему, связанную с тьютерским сопровождением детей с ОВЗ. И у нас вопрос, он вопрос животрепещущий, да, потому что для того, чтобы найти тьютера, да, вот в Московской области у нас не такой высокий должностной оклад у тьютера. И когда мы начали... Ну, у нас тьютеры есть, на самом деле. Их, может быть, хотелось бы больше, но они имеют место быть. И у нас вот в Красногорске, допустим, принята ситуация, когда мы тьютеры выделяем одного на класс. И я считаю, это абсолютно нормально. И Москва идёт по принципу, что осуществляется общее тьютерское руководство классом, где учится ребёнок, и с расстройствами аутистического спектра. Так вот вопрос. У нас по трефекционно-квалификационным характеристикам должности, 2007 год, которые Минтруда были изданы, у нас первоначальное требование к тьютеру – это высшее педагогическое образование и два года стажа для того, чтобы человек имел право претендовать на эту должность. Вот всё-таки как сейчас, вот про эти два года, меня всё-таки тревожит этот вопрос. Вопрос понятен. На самом деле, здесь у нас есть два документа, на которые мы опираемся. Вот один из них – это тот, о котором вы сказали, – это квалификационный справочник, а другой – это профстандарт воспитателя. И вот в эту группу, так сказать, которые входят в этот профстандарт, в том числе входит и такой работник, как тьютер. И в профстандарте, безусловно, нет никакого ограничения, связанного с дополнительными двумя годами опыта работы, и это совершенно справедливо. Но вот посмотрите, коллеги, дело в том, что когда мы говорим о психологе, то есть психолог, он выпускается из университета, и после этого он сразу может идти работать психологом. Дальше у нас может быть дефектолог или учитель, или любой другой педагогический работник, логопед. Вот, и новые стандарты, безусловно, учитывая вот эту историю, да, что тот, кто имеет высшее образование, он может идти работать по специальности, по профессии. И на самом деле, ну, говоря о том, о документах, да, нормативных, то профстандарт не предъявляет таких требований, это принципиально важно, то есть с нормативным вопросом мы сейчас эту ситуацию прояснили. А что касается простого здравого смысла и логики, мы с вами понимаем, что с чего бы вдруг тьютор еще должен иметь два года после высшего образования, если все другие специалисты могут приступить к своим обязанностям сразу. Да, безусловно, тьютор должен быть высоко квалифицированный, образованный, обученный, но психолог-то он не менее образованный, обученный, логопед-то он тоже не менее образованный, обученный. Это с точки зрения здравого смысла. Но на самом деле я хочу вернуться к вопросу, связанному вообще с образованием. Дело в том, что действительно вот в какой-то части обсуждения могло показаться, что такая очень благоприятная ситуация, мы с вами понимаем, что те, кто работают в системе, являются государственными служащими, конечно, всегда говорят о достижениях, потому что это предмет гордости. Это предмет гордости регионов, которым они работают, их собственные работы. Это очень важно. И действительно успехи, они есть везде, они есть во всех регионах. Но важно также понимать проблемное поле. И вот то, что сегодня родители обозначили проблемное поле во всей красе, это как раз говорит о том, что тех усилий, которые мы делаем, а мы в том числе и федеральный ресурсный центр. Этих усилий, значит, недостаточно, и нужно работать еще больше, да, и делать еще больше. Но важный момент, он связанный с балансом, например, в системе образования. Вот прозвучали некоторые слова в отношении того, что открываются коррекционные классы, открываются, дети идут в систему инклюзии. Я хотел бы сказать, что на самом деле здесь, конечно, есть перекосы. Если мы посмотрим вообще на статистику, на статистику российскую, на статистику системы образования Московской области, то не все так просто. Действительно, а значительная часть детей, она в коррекционном образовании, и мы в данном случае видим, да, что Московская область целенаправленно работает над тем, чтобы это коррекционное образование, специальное образование, оно развивалось. Но если мы говорим об инклюзии, инклюзия – это не значит, когда ребенок пошел просто в обычный общеобразовательный класс, в обычную школу, и эта инклюзия, значит, состоялась. Вот такая ситуация, она не может, может не привести даже к интеграции. То есть, что такое включили в систему образования? Это не значит, записали в школу, и ребенок туда пришел. А это значит, что ребенок туда как минимум интегрирован. Это означает, что он в классе, что ему там комфортно, что ему обеспечены некоторые специальные условия. Но это еще не инклюзия. Вот инклюзия – это тогда, когда есть пакет специальных условий и такого системного сопровождения ребенка в выстраивании психологопедагогического сопровождения непрерывного, причем не отдельно от учебной области, не отдельно от уроков, а вплетенное в эту самую урочную деятельность и в неурочную деятельность. Поэтому до инклюзии, конечно, полноценной школам России очень многим, очень-очень далеко. Хотя мы прекрасно понимаем, что есть успешные школы, но это скорее исключение из правил, и это такая точечная история. И вот завершая, чтобы картинка была более полной, в том числе статистикой и по России, и в том числе статистика по Московской области, порядка половины всех детей, которые находятся в системе образования с 1 по 11 класс, начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование. То есть вот именно из этой группы детей примерно половина находится на такой форме обучения, как индивидуальное обучение на дому. А как туда попадают? Туда попадают, как правило, как раз в тех случаях, когда ребенок не в коррекционном классе, когда его взяли в обычную школу, но в обычной школе не знают, к сожалению, как с ним работать. И тогда он числится в школе в общеобразовательной, в общеобразовательном классе, и мы можем спутать вот эту ситуацию с ситуацией благополучной инклюзии. В то время как де-факто, находясь в системе якобы инклюзивного образования, он на самом деле находится на форме обучения на дому. Вот эту историю нужно понимать, и с ней нужно нам вместе с вами работать, потому что существует масса вариантов индивидуализации образования в рамках школы, не на дому. И это через индивидуальный учебный план, и через индивидуальные адаптированные образовательные программы, через индивидуальное тьютерское сопровождение. То есть здесь есть масса технологий, которые позволяют включить ребенка действительно в систему инклюзии. Это важно понимать. Поэтому, в принципе, мы все работаем, то есть у нас много хороших достижений в нашей работе, в том числе и у Федерального ресурсного центра. Но важно сказать, что у нас тоже обучается 160 детей с расстройствами аутистического спектра в каждый текущий день. И мы все хорошо работаем, но нам нужно делать больше. И, конечно, нам нужно осознавать те проблемы, которые есть. Не могу еще не затронуть статус ребенка с аутизмом. Вот насколько необходим статус инвалида? Нужно ли вводить для детей? Пожалуйста. Да, Мир. Часто родители, особенно если ребенок интеллектуально сохранный, неохотно идут на... Сами родители. Да, сами родители, считая это неким клеймом. Но тут же, получается, сталкиваются с тем, что статус инвалида это, прежде всего, поддержка финансовая. А поскольку ребенок не может, так скажем, не то, что он не может, не приспособлены обычные кружки, обычные учреждения образовательные зачастую под него, и приходится пользоваться негосударственными учреждениями, где все очень дорого, то пенсия здесь, конечно, которая дается по инвалидности, большое подспорье. Кроме того, по 442-му федеральному закону, с одной стороны, конечно, у нас все дети обладают правом бесплатного социального сопровождения. С другой же стороны, только дети-инвалиды имеют право на сопровождение родителей в тех же реабилитационных центрах. И если это статус ребенка с ОВЗ, сам он будет иметь льготы, но не его сопровождающий. То есть сопровождающий должен будет оплатить свое пребывание в реабилитационном центре. Ну и, собственно говоря, то же самое по санаторно-курортному лечению, где только инвалид, ребенок со статусом инвалида, имеет право на эту меру социальной поддержки в сопровождении родителя. Ребенок с ОВЗ на санаторно-курортное лечение права не имеет. И хотя формально аутизм не является показанием к санаторно-курортному лечению, как сегодня не раз уже подчеркивалось, у этих деток множество сопутствующих диагнозов, которые неплохо бы подкрепить и подлечить. Поэтому в этом плане, конечно, все равно родители приходят к тому, что приходится оформлять инвалидность. Сама система как выстроена, насколько там все... Отправляет, так скажем, на оформление инвалидности по аутизму психиатр, профильный врач это психиатр, который выдает посыльный лист, так называемый. Родитель проходит с ребенком специалистов, это невролог, педиатр, окулист, хирург, логопед. И заключение пишет тот же самый психиатр, передает эти документы на медико-социальную экспертизу. Чаще всего только недавно детям с расстройством аутистического спектра стали давать инвалидность до 18 лет. До этого ежегодно проходили. То есть каждый год нужно было подтверждать? Каждый год подтверждать. Очень все это непросто, учитывая поведенческие особенности ребенка пройти вот это множество специалистов, и потом нам себе пройти. Ну, объясняли тем, что может рассосется. Ребенок перспективный, видите, с каждым годом лучше. Но, к большому нашему родительскому сожалению, оно лучше, оно лучше, да, но совершенно никуда оно как бы не растворяется и не исчезает. Ну и о родителях, потому что понятное дело, что в семье с таким ребенком, конечно, кто-то из родителей должен постоянно находиться рядом, должен помогать, должен выезжать. Вот как право родителей на труд реализуется? Пожалуйста, вам слово, Елена Сергеевна. Расскажите, что у нас сделано в Подмосковье? Добрый день. Ну, у нас работают органы службы занятости, которые должны сейчас расцениваться немножко по-другому, нежели мы к ним привыкли. Потому что у нас сейчас есть такая услуга, как профориентация. То есть, когда мама, папа приходит туда, и мы понимаем, что им нужен гибкий график, им нужна, может быть, где-то не полная занятость. Специалисты могут подобрать либо из существующих вакансий для человека, чтобы он смог трудоустроиться, либо у нас есть сейчас обучение мамочек. Обучение для расширения в том числе и своей конкурентоспособности на рынке, чтобы трудоустроиться, либо организовать своё дело. Ну, например, если мама должна быть всегда дома, мы можем, у нас есть субсидии до 146 тысяч рублей на оборудование места и на обучение. То есть, допустим, мама берёт обучение у нас курса массажа. Ну, я образно, да? Ну, примеры, да, хотелось бы, конечно. Массажа, может быть, какие-то, ну, ногтевой дизайн, ну, всё, что сейчас пользуется спросом, но где не нужна тотальная занятость, где можно действительно распланировать свой день для того, чтобы уделять время ребёнку. И обучиться, оформить, получить на это субсидию и, соответственно, ну, получать деньги за свой труд. Знают об этом родители? Знают маму, папу? И как алгоритм обращения? Ну, дело в том, что эта услуга оказывается мамам, имеющим детей. То есть, без привязки, естественно, что это аутисты, а любая мама, которая имеет ребёнка, может получить и субсидию, и профобучение. Ремарку можно сразу? У нас здесь, к сожалению, сразу выплывает такой момент, что мама, которая трудоустроена, лишается пособия лица, осуществляющего уход за ребёнком-инвалидом. Да. 10 тысяч. Причём этот вопрос мы поднимаем постоянно. И вот сейчас на площадке ОНФ поднимали, и, надеюсь, будем услышаны, наконец. Здесь ещё такой момент. Вот те специальности, которые вы назвали, да, специальности бьюти-индустрии, которыми можно заниматься. Я для примера. Ну, да, ну, потому что это действительно, чем может мама заниматься. То есть, если она, так скажем, в прошлой жизни, да, как мы говорим, до рождения, до особого ребёнка, до вот этой всей ситуации, имела там какую-то профессию, может быть, в офисе работала или где-то, здесь понятно, она не может к этой профессии вернуться. Естественно, мамочки подучиваются, их торты пекут на дому, там, реснички наращивают, ногти. Но дело в том, что у нас тут настоящая социальная такая несправедливость в том, что у нас пенсионный фонд буквально охоту на таких мам объявил. И в нескольких регионах у нас уже случаи, где с мам снимают пособие, штрафуют, какие-то показательные такие случаи устраивают. Причём, казалось бы, выплата это лоу федеральная, но в разных регионах по-разному она читается, что ли. Если, например, вот в Казани, в Новосибирске, я знаю, ну, у нас есть подборочка таких регионов, где самозанятый не лишается лоу, если он не платит в пенсионный фонд отчисления, то есть выбирает вот этот путь, то у нас в Московской области, даже самозанятых, это пособие снимается. Это понятно, что это не к вашему ведомству, это к пенсионному фонду, но это к тому, что мамы не идут официально трудоустраиваться, потому что она не знает, продаст она эти там два торта или сколько там тортов в месяц, купит у неё не купит. А 10 тысяч гарантированной она потеряет. И вот это, конечно, огромный бич, о котором нам надо трубить и, конечно, на федеральном уровне. Ну, в общем, это действительно та проблема, которая должна решаться, и очень хочется надеяться, что на неё тоже будет обращено внимание. Хотели добавить, пожалуйста. Спасибо. Здесь действительно очень важна поддержка семей, и я объясню, почему. Дело в том, что, ну, вот в перечне вопросов, да, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе вот вопросы, связанные с тем, насколько, я уж точно сейчас не воспроизведу, да, но насколько реализуется право мамы на труд, да, по-моему, и вообще родителей на труд. Здесь важно понимать, что на самом деле по всему миру ситуация примерно одна и та же, в каком отношении. Если у ребёнка есть расстройство аутистического спектра, то это требует всепоглощающих усилий семьи на то, чтобы работать с ребёнком. То есть, особенно на этапе, да, на раннем, да, там, постановки диагноза, на тогда, когда ребёнок получает раннюю помощь, даже если он дошкольное образование. Вот время идёт, но всё это время всецело требует того, чтобы родители максимально вкладывали все свои силы, не деньги, а силы в ребёнка, да, и если эта работа не будет происходить с участием мамы, мама, например, пойдёт вот работать, да, у моего ребёнка аутизм, но я пойду работать вот туда-то, то у ребёнка будет динамика значительно ниже. Ну, пробел там будет уже, естественно. Конечно, и поэтому, чем меньше ребёнок, тем больше требуется включение матери в, так сказать, полномасштабное. И в этой связи, конечно, существует вот этот вот такой, ну, я бы сказал, в каком-то смысле безысходный, а может быть и исходный, да, исходная ситуация, когда всё-таки родитель, если делает выбор, то мне кажется, вот с точки зрения родителя, он правильно делает выбор, когда он начинает заниматься своим ребёнком, потому что без этого движение дальше не пройдёт. Но должна быть действительно финансовая поддержка. И если мы говорим, да, вот, например, у ребёнка инвалидность, да, 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и зарплата мамы, которую она могла бы заработать, это немножко разные деньги, да, и в Москве, и в Московской области, и в других крупных городах. Поэтому, по-видимому, здесь должна быть какая-то компенсация, и компенсация более серьёзная. Над этим стоит подумать. Вот. Но я хочу сказать ещё вот о чём. Дело в том, что у нас представители, кто сидят за столом, значительная доля, это не просто родители, это родители, которые возглавляют свои родительские общественные организации. И вот эта история с тем, что когда есть в семье ребёнок с аутизмом, дальше он, мама сначала помогает, дальше ребёнок, у него появляется какая-то возможность, да, пойти в детский сад, в школу, у мамы чуть-чуть высвобождается время. И мама начинает заниматься вопросами помощи детям с аутизмом, создавая свою региональную организацию и развивая вот эту линию. И от этого, на самом деле, огромная, огромная, огромная польза. И я хочу сказать, что нужно иметь в виду, вот что может быть вот такой маршрут, что хорошо, мама, может быть, не работает в рекламном агентстве, там, пиар-директором, да, как, какое образование она получила в институте, но она работает, она дает все силы на то, чтобы развивать вот это вот направление. Очень часто мамы говорят, что мы хотели бы подучиться на тьютера, выучиться и работать, но опять же, вот всех останавливает вот эта потеря пособия. Потом дети взрослеют, они становятся взрослыми, аутизм не уходит. И что вот уже со взрослыми происходит? Здесь какая система? Есть ли у них право на учебу, на трудоустройство, может быть, какие-то примеры социализации? У Артура Валерьевича была прекрасная аналитическая записка Федерального ресурсного центра, на которой отчетливо эта ситуация была видна во всех регионах абсолютно одинаковая. Там была нарисована, простите, шляпа. Вот поле шляпы там, где у нас дети раннего возраста, да, потом вот такой всплеск, когда они попали в систему образования, их все видят, а потом снова к нулю. И снова пропали. И снова пропали. Вот это отражает ситуацию того, как это выглядит на самом деле во всех регионах, не исключая и Москву, и Московскую область, конечно, тоже. Поэтому это вот такая вот область, которой, конечно, хочется каких-то шагов в первую очередь, да, потому что, ну, как бы с образованием, ну, худо-бедно, как-то там вопросы начали двигаться, они решаются, там движение какое-то пошло. Но надо учитывать, что к середине школы у родителей заканчиваются силы. То есть просто у нас заканчивается здоровье, силы, заканчивается вера в то, что что-то вообще куда-то достижимо, потому что каждый новый этап — новые проблемы, да, то есть ребёнок там, пока маленький, это мы решаем одни задачи, потом он пошёл в школу, это другие задачи, потом бац, у него пубертат, это вообще следующая задача, он может дать сильнейший откат какой-нибудь, например, нам, да, или просто, ну, как бы он развивается, как все подростки, да, в протестном каком-то отношении. Ну, конечно. Дальше 18+, и тут вообще они все исчезают из поля видимости, да, потому что статус УВЗ на этом месте у нас, как вы знаете, заканчивается, остаётся только статус инвалидности. Опять у нас есть слепая зона тех людей, которые имеют диагноз, но не имеют инвалидности, и это достаточно большая проблема. Часть этих детей получает диагноз, кстати говоря, после 18-ти не аутизм, а им принудительно ставят шизофрению, ещё и не всегда ставят в известность родителей о том, что это так сделано, то есть у нас и статистические данные будут неверны к тому же. Поэтому, ну, в общем, здесь, наверное, тоже надо комплексно подходить к медицине. И это если ещё ребёнок-аутист в семье, а если он одинокий, то как с ними обстоят? У ПНД это вообще страшная история, здесь прям отдельная тема. Какие-то кураторы, НКО занимаются темой деинституализации таких учреждений. И, в общем-то, вот эти вот направления развития сопровождаемого проживания, каких-то трудовых мастерских, защищённых или устройства на открытом рынке труда, это вот тема, которая сейчас просто у нас не сходит с повестки дня некоммерческих организаций. И на эту тему мы очень здорово взаимодействуем друг с другом, пока реже хорошо взаимодействуем с государственными институциями. Я вот знаю, например, хорошее про Московскую область. Давайте. Да. Я хотела как раз спросить. Мы были недавно с делегацией от Москвы в Санкт-Петербург, в Ленинградской области, в мультицентре. Это совершенно уникальное учреждение, которое вот своим названием в том числе говорит о том, что они делают. Они, во-первых, принимают к себе на профподготовку вообще любых людей, просто любых. Не важно, там у них есть документы образования или нет. Они подбирают для человека профессию не исходя из того набора, который у них есть, а исходя из запроса работодателей и его возможностей и профпроп. То есть они проводят такое хорошее подготовительное тестирование. Они очень плотно работают сами с поиском новых работодателей и обучают сотрудников под них. У них на территории находится, то есть это такой вот как МФЦ, да, вот такая же история у них на территории. У них только и МФЦ, и само, собственно, это профучреждение, и, соответственно, у них там МСЭ сидела на территории, и служба занятости, и все это вот. Они, естественно, обслуживают все вот эти вот остальные организации, не только те, кто обучается в этом центре, но и жителей всех окрестных муниципалитетов. Работает отлично. То есть у них показатель трудоустройства среди людей с инвалидностью, в том числе, включая основную массу, это ментальные же у нас. Поэтому у них уникальные показатели. Это больше 50%. Они трудоустраивают, и это не просто факт трудоустройства, а это мало туда попасть, на место-то надо еще удержаться же. То есть если человек отпустил без поддержки, он не сможет... Ну, конечно, ну а почему бы тогда это вот не распространить? Они продолжают следить за этой территорией. Я знаю, что были, по-моему, из Московской области. Там тоже люди из соцзащиты, мне кажется, кто-то туда ездил. И, по-моему, есть какой-то план, или чуть ли не поручение губернатора, я вот боюсь спросить даже на эту тему, что по изменению регионального законодательства, если не ошибаюсь, в правильную сторону. Там есть такие вопросы у нас. Это про, скорее, комплексное решение, да? То есть центр занятости, там ОТСР у них. У них, да, пункт подбора ОТСР прямо на территории. Нет, но сейчас по... Это не совсем моя тема, но я знаю, что у нас сейчас будет укропнение учреждений и как раз создание многофункциональных социальных центров, где будет и социальная реабилитация, и медицинская реабилитация, то есть трудоустройства. Нет, но мы объединяем... Вот у нас сейчас есть социальный реабилитационный центр для детей-инвалидов, есть социальный центр по пожилым, да, для пожилых. Вот сейчас всё это будет аккумулироваться в один... Ну и взрослые аутисты после 18 лет также там уже смогут... Да, да. Но без трудоустройства всё равно пока. Нет, есть творческие мастерские, да, при учреждении, но там дают некие профессиональные навыки с тем, чтобы потом можно было по тем востребованным, да, специальности уже там подбор, индивидуальный подбор работодателя. Такое осуществляется. Ну а по трудоустройству, конечно, надо думать очень активно в этом направлении, потому что если сейчас уже там по радужной статистике каждый 160-й, по более объективной каждый 40-й, с расстройством аутистического спектра, это поколение next, это люди в будущем, которые будут, и, в общем-то, надо всячески стараться, конечно, трудоустроить тех, кого возможно. Профориентация. Вот именно профориентация направлена на то, чтобы соединить несколько, да, вещей. Это возможности человека конкретного, возможности рынка найти его, потому что мы можем действительно ему предложить переобучиться на определенную профессию, но он не найдет себя с этой профессией, хотя ему будет обучение даваться легко. Но вот поэтому найти вот эту вот ту золотую серединку, что, с одной стороны, увидеть возможности, дать те трудовые навыки профессиональные, которые он сможет легко исполнять, конечно, в свое время МСЭ в этом направлении работало больше, то есть рекомендации были более глубокими. Сейчас, когда приходят инвалиды из своей индивидуальной программы реабилитации, там просто содействие в трудоустройстве. И, конечно, ну тоже здесь очень много разных факторов, в том числе и тоже невысокая заработная плата, вот таких профессионалов глубоких, которые должны заниматься вот этой профориентацией, становится все меньше. И поэтому вот, хотя... Хотя должно становиться больше. Больше, наоборот, потому что вообще профориентация, она сопровождает человека вообще всю жизнь, да, потому что мы меняемся, мы становимся родителями, мы там... Жизнь меняется. Да, меняется профессия, и нам мы вынуждены делать совершенно другой выбор по сравнению с тем, чтобы мы получили образование, да, будучи молодыми, тоже выше. А дальше надо развиваться. Добавить хотели, да, Татьяна? Да, я хотела добавить немножко. Дело в том, что у нас проблема с аутизмом в чем состоит? Что и проблема с профориентацией и с трудоустройством в том, что у них нарушена сенсорика. Они мир воспринимают по-другому. То есть яркий свет, какие-то звуки, шумы, там, ощущения. Они не могут общаться, не умеют строить коммуникацию с другими людьми. И получается, что устраивать человека, аутиста на работу взрослого, вы должны дать ему еще обычного человека в пару, чтобы этот человек его как бы сопровождал. То есть работодатели на это, естественно, никто не пойдет, правильно? Поэтому вот устройство каких-то центров, вот специально, где будут работать именно люди с аутизмом, тех же самых творческих, мастерских. И мы даже не говорим, может быть, про профобразование, а хотя бы про обучение. Да? Хотя бы про обучение. Я думаю, что это вот наиболее перспективный сейчас путь трудоустройства таких детишек. Ну вот, кстати, про историю, про Московскую область. Я все-таки представляю систему образования области. Да, вот мы в своем центре, понимая, вот я как руководитель большой организации, понимаю, что мне мало ребенку диагностику провести. Заняться этим ребенком, дать ему образование, важно дать профессию. Вот мы уже третий год, у нас работает на базе центра отделения профессиональной трудовой адаптации, профессионального обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, детей с ОВЗ, детей инвалидов. И мы берем детей и с аутизмом, и с умственной отсталостью, и с различными тяжелыми множественными нарушениями развития. И профессию мы им даем. И у нас предварительная договоренность, у нас заинтересованность была муниципалитета, во-первых, в строительстве здания центра. У нас первое в России многофункциональное здание, которое объединило в себе и медиков, и психологов, и школу, и ПТУ, и в том числе отделение для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. И вот моя задача выпустить ребенка во взрослую жизнь не просто с аттестатом или со свидетельством о обучении в зависимости от характера реализуемой программы, а выпустит его с профессии, с определенными трудовыми навыками. И в этом мы успехов на самом деле добились. Безусловно, по детям с аутизмом это в меньшей степени для них характерно, потому что в большей части, если есть нарушение интеллекта, у них есть противопоказания к труду. Мы не будем с вами забывать, что дети, многие из них, дети инвалиды, дети, имеющие противопоказания к труду, соответственно, не все им профессии доступны, есть категория детей, но в большей степени, если интеллектуальная функция сохранна, те дети спокойно у нас к этому возрасту, к получению профессионального обучения, они могут даже обучаться. У нас есть дети, которые, имея аутизм, аутистические черты, обучаются по цензовым программам, потом идут в средне-специальные учебные изведения. Те, кто не могут никуда пойти в силу своих индивидуальных особенностей, они постигают те или иные профессии. Безусловно, если мы говорим, что сегодня у нас 4 профессии, это повар, следствие по ремонту транспортных средств, это парикмахер и работник клининговой службы, то, конечно, мы поваром ребенка с аутизмом, у нас учатся двое детей с аутизмом. Они не получат третий квалификационный разряд повара, они получат квалификационный разряд второй, это помощник подсобной рабочей кухни, и он освоит технологию младшего повара и может спокойно заработать на кусок хлеба. Потому что моя задача выпустить ребенка с реальной возможностью, с трудовыми навыками и передать прямому непосредственному работодателю. И наших детей берут. У нас есть на самом деле и в школах, и в детских садах, допустим, почему повар, да? Потому что практически все общеобразовательные организации округа обслуживаются своими поварскими бригадами. Поваров всегда не хватает. Да, небольшая это заработная плата, но тем не менее ребенок, освоив трудовую профессию, сможете зарабатывать на кусок хлеба раз. Будет всегда, мы с вами понимаем, он будет всегда сыт и сможет, в принципе, быть успешным. Вот это важное направление и, конечно, очень важное. Я вот когда изучал вопрос с детской инвалидностью, да, я обратил внимание на это слепое пятно от с 18 до 30 лет, когда резко у нас количество инвалидов, резко сокращается. Но я еще обратил внимание, что с 30 лет опять же так же резко увеличивается количество взрослых инвалидов. То есть до 30 лет многим детям, я знаю, это проблема и с аутизмом, и не только с аутизмом, со многими психическими расстройствами. У нас многие сами не идут на переосвидетельствование после 18 лет, потому что хотят поступить в высшее учебное заведение и так далее. У нас, конечно, здесь есть провал в этом вопросе. Но по детям с расстройствами, вот все-таки, на мой взгляд, да, вот мы же почему-то сегодня не говорим о ДЦП. Количество таких детей такое же. Мы не говорим сегодня о задержках психического развития. 70% детей из всех на залоге. Но, по сути, мы сегодня говорим про, ну, на мой взгляд, достаточно актуальная, да, актуальная проблема, но она еще модная. Понимаете, у нас был период, когда мы говорили о детях с детским церебральным параличом. Я считаю, что все-таки аутизм надо рассматривать в совокупности с другими нозологиями. В мое видение. Есть вот вопрос очень важный. Дело в том, что вот этот разрыв, действительно, вот смотрите, в истории помощи детям с аутизмом происходит серьезное изменение, да. И если раньше, ну, каких-нибудь несколько лет назад, да, то, что называется профессиональное обучение, да, и вообще вещи, связанные с профориентацией в самом широком смысле слова, если они, такие ребята вообще были исключены просто из этой системы, то сейчас мы собираем статистику совместно с Министерством просвещения. Согласно этой статистике, ну, просто какие-то астрономические цифры, да, вот в мониторинге о том, что у детей с детьми проводятся, ну, как подрастающие дети, с ними молодые люди проводятся вот эти профориентационные мероприятия. Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что мероприятий проводятся много, а дальше, когда вот наступает момент, когда нужно трудоустраиваться, их в некоторых регионах просто по нулям, понимаете. И получается, профориентационных мероприятий сколько хотите, да, а реально трудоустроенных мало или их вообще нет. И вот этот вот разрыв, вот этот разрыв на связке между системой образования и системой Министерства труда и социальной защиты, это серьезнейший межведомственный разрыв, который известен очень-очень давно. Но в этой связи у меня вопрос, да, вот вы сказали о том, что у вас есть все-таки опыт именно трудоустройства ребят с аутизмом. Вот есть ли какая-то статистика, то есть, например, 10 человек с аутизмом, да, вы успешно обучили, из них какой процент пошел дальше и трудоустроился с вашей помощью. Ну, процентов 30-40 берут прямые работодатели городского округа Красногорск. Большая часть детей проходит обучение, программа профессионального обучения, не с той целью, чтобы трудоустроиться, а учитывая, что у них существуют определенные проблемы, связанные с противопоказанием к трудовой деятельности, они обучаются с той целью, чтобы добиться максимальной автономии в быту, в жизни, потому что эти дети-инвалиды, они не имеют возможности к сложной коммуникации именно в трудовых коллективах. На процентов 30 детей, эти дети устраиваются. Можно я поблагодарю Сергея Николаевича? Действительно, тут очень важный момент хотелось бы отметить, что они выбирают, может быть, не очень престижные, да, там не самые высокооплачиваемые профессии, но зато востребованные. И тут действительно есть определенная гарантия высокая, что действительно эти будут... И не сидеть в четырех стенах, а действительно быть нужным в этой жизни. Да, ну не будет, да, действительно, что там... Об этом, кстати, надо думать, об этом надо говорить, нам нужно развивать сопровождаемое проживание, нам нужно учить взрослых. Очень плохо, что у нас советский опыт психиатрической школы был упразднен, очень мало где остались трудовые мастерские, где ребята имели возможность... Ну, есть у нас еще такой опыт уникальный, да, где люди сумели сохранять, а так, по большому счету, большая часть детей, конечно, за исключением самых тяжелых категорий детей, они хоть какую-то минимальную производственную базу и производственную функцию могут выполнять. Вот у нас, кстати, с Красногорским подразделением, центром занятости существует такой проект, мы сейчас его начали инициировать, у нас стали появляться работодатели, которые берут наших ребят, студентов первого, второго курса, мы двугодичные с программ профессионального обучения, берут к себе на трудоустройство для выполнения примитивных каких-то трудовых операций, ну, например, там шарики для реабилитации больных с постинсультных, да, вот они берут, закручивают и за это получают свои 3 рубля. То есть это и трудоустройство, с одной стороны, и, соответственно, они имеют возможность получать какие-то 3 рубля и уже, в принципе, получают эти вещи. Ну, конечно, ваш опыт абсолютно точно распространять, чтобы каждый городской округ мог себе позволить вот такой вот центр. Я предлагаю теперь краткое обращение каждого участника дискуссии ко 2 апреля, 2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, поэтому сейчас у каждого будет минута на то, чтобы самое важное что-то ответить. Артур Валерич, давайте начнем с вас. Директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутического спектра Артур Валерич Хаустов. Еще я хотел бы добавить Московского государственного психолого-педагогического университета. Спасибо большое, да, что мне вот первому, да, предоставили возможность, я не знаю, насколько это, так сказать, аргументировано, да, по списку. По списку, идем по списку. На самом деле хочется сказать накануне вот дня Всемирного дня распространения информации об аутизме. Следующее. В первую очередь, вот для меня, как для специалиста, как для профессионала, который в этой области работает почти 20 лет, для меня это интересно. И для меня этот интерес с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Дело тут вот в чем. Дело в том, что при таком широком спектре аутизма, вот каждый новый ребенок, это загадка, которую в принципе нужно разгадать. То есть это такой вот ларчик, который нужно открыть. И я вам скажу, что вот, например, консультативно-диагностическая деятельность у нас в центре. Понимаете, вот специалисты, которые работают с клиентами, которые приезжают со всей России с семьями, а каждый раз специалист, он думает, а кто сейчас ко мне придет? А кто сейчас войдет? То есть если это дети с общим недоразвитием речи, например, второй уровень развития недоразвитием речи, получили предварительную информацию и поняли, что ага, значит, примерно сейчас войдет вот такой-то ребенок, и ты себе его в голове уже представил. Но когда ты знаешь, что к тебе войдет новый ребенок с расстройством аутистического спектра, это может быть ребенок, это самые разные дети. И вот именно эта ситуация держит, с одной стороны, в напряжении, в некотором стрессе, а с другой стороны, задает интерес, например, нашему федеральному ресурсному центру. Таким образом, вот итоговые слова, аутизм, кроме того, что это трудная, да, такая проблема, которую нужно решать, в первую очередь, она очень и очень-очень интересная. И я хотел бы, чтобы все те, кто нас слышит сегодня в нашей передаче, посмотрели бы на аутизм именно как на очень интересную ситуацию, которую есть смысл поломать голову, решить, это же лабиринт, это же головоломка. Мне головоломки в детстве нравились, и хотелось бы, чтобы они нравились другим. Исполнительный директор Совета региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутического спектра, контакт, член экспертного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проблемам организации образования детей с аутизмом, член рабочей группы при Комитете образования Госдумы Российской Федерации, член рабочей группы по детям с ОВЗ, преддетском омутсмене России, мамы троих детей, один из которых с аутизмом, Елена Вячеславовна Богородникова. Это всё я, да. Из всех этих своих апостасей я хочу вам сказать, что, дорогие товарищи родители, если у вас есть какой-то повод для беспокойства, ничего не откладывайте, идите, пожалуйста, для начала к врачам, ищите того, кто услышит вас. Проходите скрининги самостоятельно, не дожидаясь, когда вам дадут их в руки какие-нибудь государственные организации. Не бойтесь спрашивать мнения других мам, у которых есть какой-то опыт. Сейчас достаточное количество групп взаимопомощи и взаимоподдержки у нас есть, это прекрасно развивающееся, очень важное направление. И относительно получения инвалидности и остальных статусов, ничего не бойтесь, запрашивайте. У нас статусы инвалидности и ОВЗ получаются по обращению родителя. Не ждите, когда врач вам скажет, не хотели бы вы пойти в Бюромсе. Не скажет. Скорее всего, он скажет сначала, вы тревожная мать, а потом скажет, а где вы были, буквально с разницей в два дня. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, просить помощи для себя, просить помощи для ребенка. В этом нет ничего стыдного. Самое страшное, что может случиться, но не дадут. Ну, значит, по критериям вы не будете соответствовать. Я бы хотела сказать, что мы как раз с Артуром Валерьевичем, как два руководителя таких значимых общественных и государственных организаций, являемся соорганизаторами фестиваля «Люди как люди», который как раз проходят... Всегда проходил 2 апреля, а сейчас нам пришлось растянуть его аж на три дня, потому что не влезает все количество информации, которую хотелось бы передать в рамки одного дня. Не очно, не заочно. Он проходит в 60 регионах России и, соответственно, в Москве на огромном количестве площадок. Не знаю, кстати, есть ли у нас Московская область в площадках наших, но можно посмотреть на карте. Там будет огромное количество всякого полезного материала с точки зрения того, что именно распространение лучшего опыта регионов, не только московского, отнюдь, да, потому что у нас разные регионы могут похвастаться разным. Вот это все там будет. Смотрите, приходите. Ничего для этого не требуется, кроме регистрации на очные мероприятия, и приходите на онлайн. Вадим Эдуардович, вам слово. Доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, главный врач психиатрической больницы номер 23 Нара Фоминска. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели и родители, в чьих семьях есть дети с детским аутизмом. Я хочу сказать, что сам лично большую пользу от нашего круглого стола вынес. Еще раз понимание четкое есть, что подход только мультидисциплинарный. Надо работать совместно с педагогами, с психологами и общественными организаторами, представителями родителей, да, детей, законными представителями. Но только тогда мы, наверное, можем эти вопросы качественно и профессионально решать. Службы, вот как сказали, да, каждую свою службу. Я представляю специализированную психиатрическую службу в Московской области. И, конечно, врачи, психологи, психотерапевты проводят огромную работу. Ну, надо сказать, за несколько лет, вот, два с половиной раза больше взяли под наблюдение детей. Это ведь и показатели работы службы, согласитесь, да. Есть четкие регламенты, и мы по МКБ вот шифруем, это наши специфические такие вещи. Ну, там около, по-моему, 9 пунктов только с дифференциацией диагностики на самом деле, да. Есть четкое понимание клинических особенностей, в особенности течения различных, сказать, форм аутизма, да, сопутствующими заболеваниями. И, конечно, ведется работа с медико-педагогическими комиссиями и дальше. Очень хорошо, что подняли проблему 18+, да, так будем говорить. А что дальше, да. И это вот совместно еще одна большая работа. Мамы, родители, общественные организации проводят огромную, усилия огромную работу, вот до 18 лет, чтобы как-то социализацию провести у маленького человека, да, который тоже хочет из своей скорлупки вылезти. Ведь есть такое мнение, что он тоже ждет, когда он может раскрыться и посмотреть на мир по-новому. Ему надо помочь, уважаемые родители. Не надо отчаиваться, да, не надо, есть куда обратиться. Вот вы сейчас видите, есть много организаций, куда от федерального центра, да, до специализированных служб, для общественных организаций, куда можно обратиться. И в Подмосковье они работают. Надо преодолевать стигматизацию обращения к психиатрам, и тогда выходить на какие-то пакеты социальной помощи. Инвалидность – это, знаете, это мощная форма социальной поддержки, да. Если до 18-ти вы не обращаетесь, после 18-ти лет просто он может уже никогда и не получить. А почему потом? Да, с течением, к сожалению, симптоматика продолжает развиваться, динамику не остановишь. Мы и говорим, что потом или мы переводим в ранг шизофренических расстройств, или органических расстройств, психопатоподобных расстройств. Ну вот они в нашей сети как раз находятся. И только благодаря совместной работе какой-то процент удается вернуть нормальную общественно-активную жизнь. Спасибо вам, Ирида. Я считаю, надо продолжать эту работу. Председатель Ассоциации родителей детей и инвалидов Подмосковья, член Общественной палаты Московской области Инна Александровна Орлова. Пожалуйста, краткое обращение. Хочу продолжить обращение к родителям. Часто, когда первый раз, мы, конечно, подспудно какие-то звоночки звенят, да, но когда мы слышим еще и от специалистов, часто у родителей такое неприятие, даже какое-то озлобление. Хочу призвать родителей понять, что врагов точно нет, прислушиваться к любому мнению. И, ну, лучше перебдеть, что называется, да, и вообще нет непоправимых ситуаций. Мы вот все тут мамы, и у всех детки компенсированные. И все будет хорошо однозначно. И обращайтесь к нам в Ассоциацию. У нас большая дружная семья на 11 тысяч семей. Мы все вместе, все рядом с экспертным сообществом, с министерствами, со всеми на связи, со всеми взаимодействуем. Так что не пропадем поодиночке, да, как в той песне. Татьяна Александровна Савина, кандидат биологических наук, нейробиолог, мама ребенка с аутизмом, руководитель организации «Люмос» города Серпухов. Ну, так как я, в общем-то, представитель, наверное, родительской тут общественности, да, несмотря на то, что я как бы нейробиолог, я просто хотела обратиться непосредственно к родителям. Дорогие мои, не отчаивайтесь, это, во-первых, из любой ситуации есть выход. И я всех призываю не останавливаться вам самим в развитии. Сейчас очень много новых методов, научно обоснованных методов коррекции аутизма. Это тот же самый прикладной анализ поведения, флёртайм и так далее. Это не та ситуация, которая была в нашей стране 10, 20, 30 лет назад, когда об аутизме практически ничего не знали. Да, то есть если сейчас вашему ребенку поставили такой диагноз, это стимул для вас пойти, учиться, становиться дефектологом, становиться специалистом по прикладному анализу поведения, социализировать своего ребенка. Всё в ваших руках, и это всё, что, в общем-то, я хотела сказать. Татьяна Викторовна Афонина, мама ребенка с аутизмом, руководитель социально-культурного центра «Разные судьбы» города Долгопродного. Я не буду оригинальной, я тоже обращусь к мамам, к родителям, и к папам тоже. На самом деле аутизм, правильно Артур Валерьевич сказал, это головоломка, которую нужно разгадывать, иногда бывает и всю жизнь. Но это действительно очень интересная головоломка, и поверьте, что если сегодня ваш ребенок вас не обнимает и убегает от ваших объятий, то это не значит, что лет через 10, он не подойдет сам к вам и не обнимет вас. Всё будет, всё будет впереди, и всё зависит от вас. А как руководитель социально-культурного центра я могу сказать, ходите в театр с детьми, занимайтесь культурным его развитием. Поверьте, это самое лучшее, наверное, средство социализации и реабилитации наших детей, и вас в том числе. И опять-таки Артур Валерьевич, я сейчас процитирую, когда он сказал, что надо отдать себя ребенку. Только не всю, частично. Оставьте себя себе, оставайтесь мамой, оставайтесь женщиной, оставайтесь папой, оставайтесь мужчиной, сохраняйте себя, развивайте себя, и ваш ребенок потянется за вами. Он сам захочет разгадать головоломку по имени мамы или папы. Сергей Николаевич Сюрин, директор образовательного центра «Созвездие» городского округа Красногорска. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые радиослушатели, я хотел обратиться в первую очередь даже не к родителям, которые живут ежедневно с ребенком, у которого есть аутизм, а ко всем радиослушателям. И хотел призвать каждого из нас просто взять и открытыми глазами посмотреть на мир. Мы все разные. У каждого из нас есть свои особенности. И мне вспоминается советский период, когда была категория детей, которых называли необучаемые. И эти дети в основном коротали свою жизнь в так называемых психоневрологических интернатах, особого типа, закрытого типа. И эти дети практически всю жизнь пребывали в одном и том же полувегетативном состоянии. Сегодня очень много нам удалось добиться по оказанию помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями развития. Эти дети радуются, эти дети живут в семьях. Они тоже имеют право на образование. Поэтому, пользуясь случаем, я всех мам, которые воспитывают особых детей, хотел бы поблагодарить за то, что они взяли на себя вот эту миссию, они не отказались от своих детей. Они имеют ресурсы. Они имеют ресурсы сообщества специалистов, психиатров, неврологов, психологов. И я очень хотел бы каждому из нас, нашему обществу. Вот Центр Созвездия, который я сегодня представляю, он разные времена переживал, начиная с момента открытия, когда нас называли школой дураков, когда на наших детей показывали пальцем. Сегодня очередь состоит из детей нормативного варианта развития, которые готовы быть волонтерами, которые готовы помогать. Я считаю, что нам всем сегодня надо задуматься, что мы все имеем свои индивидуальные особенности. И если человек нуждается в помощи, а Россия этим славится, что каждый сосед, друг, подруга всегда готовы прийти на помощь, мы должны помогать этим ребятам расти, развиваться, оказывать им поддержку всяческую. Потому как в эмпатии, в чувстве сопереживания сила вся России. Поэтому всех поздравляю. На самом деле сегодня праздник, вот 2 апреля будет. Мы заявляем о том, что эти ребята имеют право на развитие, социализацию, на здоровье, на нормальную, правильную жизнь и их родители. Родителям не забывать про себя, а детям только успехов. Спасибо. Наталья Николаевна Бакулина, методист молодежного центра МИР, руководитель проекта школы волонтера, мастерская игротехники. Спасибо, уважаемые коллеги, еще раз за такое профессиональное общение. Я, во-первых, получила мощный стимул понимания того, куда мы будем двигаться, как мы будем расширять, так сказать, разные форматы, различные форматы нашей работы с волонтерами. Ну и, конечно, хочу всем пожелать здоровья, успехов, преодоления всех трудных вопросов, сделать их решенными. И поблагодарить, в первую очередь, обратиться к нашим волонтерам, моим любимым волонтерам, чтобы они горели также и получали радость, человеческую ценность, человеческое общение. Вот с такими ребятками мы их называем солнышками в нашем клубе, потому что получить удовольствие чисто человеческое от ответной улыбки и слов благодарности, которые мы получаем после этого, это очень ценно, тем более для наших будущих учителей. Спасибо. Елена Михайловна Жданкина, начальник управления общего образования Министерства образования Московской области. На самом деле, уважаемые родители, хочется сказать, что мы только в начале этого пути. И очень хорошо, что в нашем государстве наконец-то внедрен стандарт для детей ОВЗ. Да, пока для начальной общей образовательной школы сейчас опробируются программы для основного общего образования. Мы двигаемся, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но работа в этом направлении ведется. Очень хорошо, что есть, я считаю, что это здорово, что есть национальный проект образования, современная школа, где мы оборудуем коррекционные школы. И до 30-го года будут оборудованы все школы. В том числе, мы сегодня говорили про предпрофессиональное образование, про профориентацию. И в рамках этого проекта будут оборудованы кабинеты технологии по нескольким направлениям. Это огромная работа. Ее, может быть, не так видно, она идет очень плавно. Но очень хочется, чтобы в нашей стране действительно за лозунгом «Успех каждого ребенка» была действительно работа. Когда будет счастливым каждый ребенок, вряд ли его может счастливым сделать один педагог, настоящий профессионал своего дела. Мне кажется, только совместная наша работа, только совместное наше движение вперед. И поэтому здесь призываю родителей не бояться, а обращайтесь в структуру образования. Только вместе мы можем с вами двигаться к хорошему, к счастью наших детей. Елена Сергеевна Штукина, заместитель министра социального развития Московской области. Сейчас я вам скажу, как мама ребенка-диабетика, которая своевременно не захотела увидеть эту проблему и в совершенно критическом состоянии был госпитализирован ребенок, не бойтесь принять, не бойтесь обращаться к специалистам, не бойтесь обращаться в психолого-педагогическую комиссию. Чем сажать ребенка на последнюю парту, получать двойки, лучше идти в специализированное учреждение, помочь и себе, и ребенку вырасти достойным человеком. И Марина Викторовна Мельникова, начальник управления занятости Министерства социального развития Московской области. Спасибо за вот этот круглый стол, за обмен мнениями. Мы поняли, что есть какие проблемы, которые требуют скорейшего решения, есть перспективы, в которые нам надо заглянуть. И опять-таки мы увидели, те пути решения предлагаются. Ну а всем мне хочется пожелать, конечно, продуктивной занятости, как начальника занятости, и профессиональной, и семейной. И, конечно, мы очень надеемся, что наша служба тоже поможет решить ваши проблемы. Обращайтесь к нам. Сегодня в эфире «Радио 1» состоялось заседание клуба 10-12 на тему социальных последствий аутизма, реализации прав родителей на работу, реализации прав детей на образование и последующее трудоустройство, государственная помощь. Я благодарю всех участников круглого стола, нашего такого необычного круглого стола. В прямом эфире «Радио 1» он сегодня состоялся. Видеоверсия программы будет доступна на канале «Радио 1» в YouTube и на сайте radio1.news. Ну и также на нашем сайте мы опубликуем выводы и результаты, дискуссии и работы в целом, которые и были сделаны, и обязательно еще будут достигнуты. Всем спасибо. До свидания. Открытая студия.